И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, это, конечно же, вкратце о вас, кто вы такой, где вы родились, где вы учились, чем вы занимались. Родился в Дзержинске, Нижегородской области. Родители музыканты. Благодаря, собственно, им, в частности, папа играет на трубе, мама Дзержа хора, такое тесное знакомство с классикой было в детстве. То есть я был в оркестре Нижегородской филармонии, можно сказать, оркестре, которое у меня вырастил с самого начала, потому что папа там играл на трубе и приносил мне из библиотеки партитуры и, в общем, бывал там на репетициях, на концертах с самого детства. И многие меня спрашивают, как вы пришли к тому, чтобы стать дирижером? Я, собственно, вряд ли к этому пришел, как-то вот так оно со мной сложилось, я скорее сейчас ухожу от этого. Почему? Ну, потому что в училище я учился как пианист, в консерватории я изучал также клавесин, и вот буду играть завтра концерт Гайда на клавесине, концерт Моцарта на фортепиано, собственно, те инструменты. Будет еще даже небольшой сюрприз органный, но это может быть биться, может быть нет. Будем надеяться. Будем надеяться, да, от публики зависит, ну и от нас тоже. Вот, и как-то очень много всего меня тянуло в барочную музыку, в музыку более раннюю. А там, как известно, дирижеров в привычном смысле слова современности не было. Вот, поэтому, как бы я от чистого вида дирижирования перехожу постепенно, мне кажется, к более инструментальному, что ли, пониманию. То есть обычно наоборот, обычно слава играет на инструменте, и потом он становится дирижером. А здесь как-то вот я за собой наблюдаю нечто обратное. Сейчас кранетом еще начал овалдевать барочный корнет, он же цинк. Ну вот, давайте сейчас на полшага тогда вернемся к вашему дирижированию, да. Вы дирижировали уже многими оркестрами, многими даже именитыми оркестрами. Какими вот, какие оркестры вам больше всего запомнились, и, может быть, как вы сравниваете наш вот оркестр с ними, да, и, ну, вот. Ну, сравнивать, возможно, только похожие коллективы, потому что именитые в основном оркестры, вот, то, что вы имеете в виду, это, наверное, симфонические коллективы. Камерных оркестров было, ну, как бы было, Нижний Новгород, Чебоксары, Музыка Вива, но это вот такой уже более переходный вариант между камерным и симфоническим оркестром. Здесь оркестр камерный, так что сравнивать специфику камерного и симфонического оркестра вряд ли возможно. Мне очень нравится то, что здесь, возможно, такая тонкая работа в этом коллективе, потому что он камерный, потому что народу немного, и почти что хватает времени, чтобы какие-то детали делалось, что радует. Я вас понимаю. Современные музыканты, да? Вы как современные музыканты, ваши коллеги по цеху. Кто он в первую очередь? Что для вас музыка? Вы как музыканты ощущаете себя? Самое лучшее из искусств. Я не знаю, я музыкант, поэтому, ну, по крайней мере, нужно себя считать, чтобы быть уверенным в том, что ты делаешь. Если мы имеем дело с написанной музыкой, то есть последние два-три века, то мы пытаемся взглянуть в ноты, посмотреть, что же он имел в виду. Чем музыка раньше, тем мы больше пользуемся еще и трактатами того времени. Ну, я говорю сейчас уже о историческом исполнительстве, чтобы понять то, что в нотах же не все записывается. Сейчас композитор все пишет, как, что играть. А тогда у Моцарта два нюанса на всю симфонию — форто и пиано. И это же не значит, что есть только форто и только пиано. Фразировки не написано. Поэтому нужно знать, как на музыку играть. Для этого нужно ее изучать. И изучать материалы того времени. Что касается более ранней музыки, там уже как бы совершенно все намного сложнее. Если музыка такая вот, чистая музыка, то есть она может быть прикладная, допустим, балет. Многие романтические балеты, они не несут в себе никакой какой-то такой великой идеи с музыкальной точки зрения. Но когда ты смотришь это вместе с балетом, то музыка — это часть одного искусства. Я имею в виду, здесь только музыка одна. Что бы вы могли пожелать музыкантам, которые только встают на путь к большой музыке? Сложно. Верить в то, что музыка может изменить мир. И получать удовольствие от музыки. У меня работа, хобби, профессия совпадает. Поэтому я не знаю, что такое работа и то, что такое хобби. Что вы готовите нам на завтрашнем концерте? Что будет интереснее? Завтра будет классицистская программа в европейской классике Гайна Моцарт. Будет 29-й симфония Моцарта. И два клавирных концерта, исполненных на разных инструментах эпохи. На клавесине и на рояле. Собственно, тогда и появился молоточковый клавир, хаммер-клавир, чьей эволюцией является рояль сегодня. Поэтому часть приемов мы можем использовать, часть — нет. Но если мы имеем представление о том, как это должно звучать, то мы можем этого добиться и на современных инструментах. Продолжение следует...